Я неоднократно говорила вам, что коллекционеры чего-либо это очень интересные, часто образованные люди, которым есть что сказать по любой теме. И уже на протяжении шести лет рубрика «В гостях у собирателя» подтверждает мое предположение и делает его фактом. Сегодня я познакомлю вас с замечательной коллекционершей и ютубершей из Израиля. Сорядок! Да, да, да. Хопинг, хопинг, хопинг. Я уверена, что вам будет интересно. Так что меньше слов, больше дела. Оставляю ее вам в гостях у собирателя. Привет, я Софи. На данный момент мне 17 лет. Я веду ютуб-канал, который называется «София Долгар». Я коллекционирую уже 9 лет, где-то приблизительно с 2015 года. Почему ты решила стать видеоблогером? Это какое-то огромное вдохновение, которое пришло от других долг-блогеров. Для меня самый, наверное, большой долг-блогер, который прямо ставил во мне какой-то знак, это была Фроди. На этом наши рекламные ролики пока заканчиваются. Она не абсолютно всем известна, но мне так нравился факт того, что я не вижу человека, но его харизма настолько меня привлекает, его идеи настолько меня вдохновляют. Изначально я начала снимать, не показывая свое лицо, потому что мои родители мне не разрешали показывать свое лицо в социальных сетях. Но продолжила снимать по той причине, что мне нравится рассказывать о своем хорбе. Мне хотелось как-то какую-то ламповость составить в нашем хорбе. Поэтому я начала ставить себя самая, потому что я ее сотрела в детстве. Расскажешь, откуда началась твоя любовь к куклам? Мне было 9 лет, я пошла в гости к подружке, у нее были куклы Винкс, которые привезли из Москвы, и мне это очень-очень понравилось. И хотя в детстве я очень любила Барби, я отрывала им головы и выкидывала их в туловище с балкона. Вот это поворот! Вот мне нравилось было именно к Барбе. Я ребенок нулевых, то есть у меня вот это Барби с розовой сумочкой, с чувава, такая вся идиотая в лосина с этим маленьким телефончиком, с тегла амурной. Барби! Я просто терпеть не могла, потому что я в детстве какой-то период, очень долгий период, была как пацанка. То есть для меня танчики, машинки, животные, лошади. Тем более, что у меня какая-то была еще такая в семье пропаганда, что не дай бог тебе стать такой. Нет, никакие не нарощенные ресницы, не ногти, фу. Когда я увидела первых кукол Monster High, то мне совсем снесло крышу. Я бегала между всеми своими подружками, такая, давай меняемся, у меня есть... И то есть Pet Shop, у меня есть пони, давай меняемся. Семья сначала отреагировала, что... Боже, чудовище, гробу, какой ужас! Иди, объясни сейчас своей бабушке Советского Союза, что это индивидуальное. Это поколение, которое выросло, что все, что у них было, это Машенька, это не валяшка. Для них другой кукол не существовало, для них это не стандарт красоты. Они считали, что мы видим этих кукол стандарт красоты, но это не был стандарт красоты. Это был стандарт крутости. Никто их не принимал, прям, что... Мама, я хочу быть волком. С сегодняшнего дня я не верюсь, я хочу быть в Владимире. Сначала я не принимала никакой другой проект, кроме Monster, только монстры и больше никого другого. Постепенно потом еще начала узнавать, что существует Ever After Cry при помощи Ютуба и других долг-блогеров. Когда я поняла, что Барби уже как бы перешла к какой-то брендингу, всевозможные профессии, доктор, полицейский, пожарный, работник Макдональдса, все, что захочешь. И я поняла, что как бы Барби крутая шатенка, брюнетка, блондинка, азиатка, афроамериканка. Не просто Барби, блондинка с глобурной блондинкой. Ниная американская мечта. Не, вот это даже, даже некоторые Барби походили на вот этих московских девицей. Аллю, Масик! Прям, прям дико. И мне даже есть одна Барби с этим молдом, который я купила, вот чисто, потому что мне хотелось глобурные чиксы. Но потом через какое-то время я сказала, что окей, Барби нормально, можно купить и Барби. И на свой выпускной в девятом классе я себе подарила Барби. Так что я сказала, нету, нет, надо, надо все пробовать в этой жизни. На сегодняшний этап для меня уже не важен момент абсолютно. Ладно, цена важна. Если она нравится в ней очень кукла, ее детализация, то она обязательно появится у меня в коллекции. Как ты хранишь кукол? У нас тут снизу огроменные коробки с куклами. Я на нее на первую посмотрела, когда увидела твои коробочки. Она с Аликой купила за 20 шекелей на Алиэкспресс. Кто еще всегда найдет, говорит. Просто посмотрите. Это не один такой, их тут много. Да, и я решила, что будет правильно их положить в контейнерах, потому что они не могут не заблесневеть, не могут разорваться, потому что у меня три кота. И будут как раз-таки в хорошем хранении. И это, кстати, правда, потому что, во-первых, колесики, пластик и здесь контейнер на 65 литров. Где-то приблизительно в каждом контейнере плюс-минус 100 кукол где-то тоже. Но вот знаешь, я единственное что, я тоже храню в контейнерах, места нету, я тебя понимаю, но у меня они, наверное, как четверть твоего. И оттуда удобно, оттуда удобно доставать. То есть там максимум три слоя кукол, я их могу покрутить, вытащить, что мне надо, а тут докопаться до того, что внизу, это, конечно... Но я это как раз-таки делала с Соникой. Например, здесь идут и разно-брендовые. Начинаем внизу с китайской барахохочины, поднимаясь на бренды, как Лика и Лотти. Тут у меня пони, а там уже новые старцы и так далее. То есть да, то есть оно как бы идет по брендам, там, например, здесь чисто Братс и МГА. Да, спасибо, плюс один. Братс, которых мне не хватает в коллекцию. Это Братс, которые мне ездят. Еще веряшки. Здесь внизу диснеевки. Как бы видно башку Бэйли и Рапунцель. Потом идут такой вот слой большой веряшек. Затем Братс и Братзиллос. И Локер. Как бы сверху такой попростный. И один чисто контейнер, который прям лежит только Монстр Хай. Еще бы. Странно, что не два. Есть еще высокую пылу, которая в коробках. Я их хотела тоже в контейнер, чтобы защитить... Это не все, есть еще тут. Это как раз-таки плесень и так далее. Потому что в Израиле очень влажно, с плесенью большие проблемы. Я хранила как-то раз в деревянном ящике кукол. Мне было лет 12. И заплесневели. Вот это поворот! Как ты ухаживаешь за куклами? Я люблю их умывать. Я люблю их восстанавливать. Я люблю покупать кукол из барахолок, со вторых рук. В убитом состоянии. И мыть их, расчесывать, восстанавливать. И сушить их, и потом переодевать их, когда нечистый этот запах кондиционера для волос. Я стараюсь перемывать всю коллекцию где-то раз в несколько лет, для того, чтобы поддерживать их хорошо. Как твое окружение относится к твоему кукольному хобби? Общество, да, я могу часто слышать что-то в духе, с чем тебе это? Это же бессмысленно тратить денег, это же все пластик, а вот будет конец света, а что ты с этим будешь делать? Ну что, ну, что поделать? Есть, что есть. Ну, потому что это какое-то, знаешь, что прям наболевшее, что люди так реагируют. Потому что я знакома со многими людьми, которых чуть ли не выгоняли из дома из-за кукольного хобби. Хотя я знакома с многими, которые мне говорят, что родители дико поддерживают и коллекционируют вместе с ними. У нас же прям были войны с родителями, что типа, да, зачем тебе это? Типа, все девочки ходят и копят на сумочки, на туфельки, на платья, а ты покупаешь кукол. При этом я работала уже. И я в какой-то момент действительно стала чувствовать, что со мной что-то не так, потому что мне еще это позиционировали, что типа, мальчиком ты не будешь тратиться. К тебе зайдет мальчик, увидит это и сбежит. Потом в какой-то момент, естественно, проработав какие-то моменты с психологом, я поняла, что, эй, кукла, это еще определенная терапия и определенные мои, скажем так, отдушины, которые я вкладывала в это. Просто, когда понимаешь, что это уже не детское увлечение, а то, что идет с тобой взрослую жизнь, когда ты уже работаешь, идешь служить, идешь там и уже встречаешься, и ты уже как бы не ребенок, то в таком случае уже люди как-то по-другому на это смотрят. Моя бабушка, например, сейчас очень сильно принимает мое хобби, даже иногда я показываю куколу, она такая, вау, это прикольно, это хорошенько, это надо купить, это надо добавить. Мой молодой человек относится к этому вполне адекватно и даже помогал мне вымывать вместе кукол и восстанавливать их, и он учил этому. Ему даже в какой-то момент это понравилось, но я не жалею ни о чем. Куклы становятся действительно частью тебя, ты коллекционер. Какие странные или бесячие вопросы люди задавали тебе относительно твоего хобби? Я не люблю, когда смажет, какая у тебя самая любимая кукла в коллекции, потому что такого нету, ну нету! У меня каждый... Раньше я могла вывести топ-5, но это когда у меня было 50 куклов в коллекции. У меня сейчас 270, я не могу, просто не могу. И при чем это под настроение? Сегодня я хочу быть в стрит-стайл Соня, в другой день я хочу быть в гламурной барби, в третий я хочу быть пышной братс, как бы. Это каждый раз по-другому, это ненавижу этот вопрос. Когда коллекционера вызывают, так это еще хуже, потому что, брат, ты знаешь, ты знаешь, что на это нельзя ответить. Мне дико нравится новая Дракулаура, потому что я от нее чувствую такой вайп эмо на современных эмо. Такую альтушность. Дракулаура мой любимый персонаж. При помощи Дракулаура я поняла, что я эмо. Сначала купила вот эту, а потом я купила базовую. Самый часто задаваемый мне вопрос, и это очень странно, это «А тебе не страшно спать в одной комнате с куклами?» Хотя у меня была ситуация, что у меня как-то раз и в 2 часа ночи упала кукла, полки мне на голову. И меня это очень сильно испугало, потому что она стояла на подставке, и просто внезапно она упала. Окно было закрыто, все, это какая-то брана мальчина. Да, есть какое-то понятие у тех, кто любит аркультизм и так далее, что кукла — это приносчик души в кустовый мир. Я не думаю, что есть какая-то душа, которая бы хотела жить в Клодин или в Дракулаура. И уж тем более, и не в какой-нибудь банке. И триггерный вопрос — это, типа, сколько денег ты тратишь? И тебе дать справку с банка. Вообще, если оценить коллекцию, это, наверное, будет в районе 80 тысяч евро. В моей коллекции на данный момент, что это лето 2023 года, приблизительно 270 кукол. Моя огромная хотелка — это хотя бы какая-нибудь кукла Пуллип. В коллекции моей на данный момент больше 40 брендов. Бранды, которые известны многим, и бренды, которые менее известны. Как, например, бренд Lottium, Pini, Monst, не всегда всем известен. Чтобы вы понимали, человек младше меня на 10 лет, я начала коллекционировать в 11. Я зарабатываю больше детками. В гостях у собирателя. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. А может, вы пришли ко мне от Софи? Напишите в комментариях к этому видео. Не забудьте, что все ссылочки на ее соцсети внизу в описании. Конечно. Скажите, какая кукла вам из коллекции понравилась больше всего? Какой вы, может быть, хотели бы себе? Ширяйте в массы любовь к себе, доброту и кукол. Любите игрушки, живите в сказки и верьте в чудо. А с вами была Лена Ангелвиль. И с вами Долхар! Пока-пока! Ой, как у меня плохо стоит камера. А, вот и Unicice. Памевце купила. Памевце. Уу! Хабиби. Короче. Вот и побывала в подогте. Так, мне кажется, Лена сейчас скоро идет. Запихнет себе ванзаткой. И на листах ты тоже? У меня уже Unicice. Да, я чисто не помажу. Не, я хочу сильно подогласить. Не пойдет. Ну, ты определилась вот это. Смотри, долго смотрела, определилась. Определилась. Определилась.